МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас, подожди, я тебя прикрою в живую. Садись, вот так. А как вам? Мне нормально. У меня вот через стенку там невестка приходит, соседи приходят. Так как же я саду Дмитрия должен? Обращаюсь. Один я не чувствую себя одиноким. Когда я пришла в первый раз, она говорит, что я жить. Вот не хотела жить, стала приходить. Жизнь, она сложная. У всех вот трое детей оказалось здесь. Она берет лопату, черенок, по горбу мне поколотила, хорошо, по смену отвадила, и меня домой провожает. В народе говорят, чужая семья потемки. Еще меньше света для посторонних глаз в отношениях родителей детей. Но какие бы ситуации ни происходили, наши мамы и папы стараются их сглаживать. Они опытнее и мудрее, а потому многое прощают своим детям, незамедлительно приходят на помощь и всегда готовы принять свои объятия. Они живут для нас и стараются дать нам как можно больше. А вот что они получают от нас взамен? Материальные блага? Заботу? Внимание? Любовь? Или невносимое одиночество? Безусловно, это личное дело каждого ребенка, и учить уму-разуму мы не имеем никакого права. Но зато у нас есть возможность рассказать истории людей, у которых большая часть жизни уже прожита. Своя двухкомнатная квартира, любимая дочка и внучка, активная общественная деятельность. Казалось бы, что еще нужно в 79 лет? Счастливая и беззаботная старость. Но для Валентины Корнеевны Богдановой это только мечта. Дайте мне дожить до старости спокойно. Освободите заборы. За квартиру я буду платить. Квартира ваша. Я ее могилу не заберу. Дайте мне дожить спокойно, чтобы ко мне пришли люди, пришли ко мне врачи, пришла ко мне врач, медсестра, чтобы они меня обследовали. Им прийти некуда. В одной эту пыль грязь. Я убираю здесь, пыль летит сюда. Я живу в полигоне. Это не важно. Говорит, Таня, надо потихоньку пыль убрать. Квартира твоя убирать. Говорит, Таня, окна перекошенные в кухне. Давай, поменяем, я заплачу. Поставим окно. Ха, квартира твоя, я буду тебе мусор выносить. А вот это уже реальная жизнь бабы Вали. Протиснуться боком, затем сделать еще пару шагов назад, и только после этого можно смело идти вперед на кухню. После такой полосы препятствий самое время измерить давление, но для этого нужно раздеться. Теплая кофта, блузка, шерстяные сапоги. Вы ко мне скажете, скорая помощь, они ко мне залезают как в какую-то пещеру. Мне стыдно прожить столько лет и вот в таких условиях жить. В квартире Валентины Богдановой не только тесно, но и холодно. Бытовые трудности, последствия отношений пенсионерки и ее дочери. Вы знаете, она мне в глаза никогда не смотрит. Вот мы с ней встречаемся, у нее тело становится как ежик вот так вот, скованное. Она вот они смотрят, смотрит вниз. Говорит, Таня, подними глаза, а кого, на кого мне смотреть? Ей не интересно жить, но ей интересно с кого-то издеваться, кому-то делать больно. Боль причиняет дочь родной матери. И это происходит регулярно. Татьяна Богданова давно отказалась от женщины, которая ее родила и вырастила, но при этом снова и снова появляется в ее жизни. Они душат меня морально. Это просто морально. Они мне душат. Морально. Живешь и живи. Мы тебе не знаем, и ты нас не знаешь. Ну, это моя мать. Ты им не забудь, ты меня никто. Я прошу, Таня, давай уже помиримся. Чего делить? Я уже доживаю ее. Это твои проблемы. Со всеми своими проблемами баба Валя привыкла справляться в одиночку. Будучи ребенком, она пережила войну, потеряла отца. Затем без мужа осталась с двумя детьми на руках, один из которых был смертельно болен. Но люди ее поколения не умеют сдаваться, и Валентина Богданова не исключение. Она стойко вынесла все испытания судьбы и посвятила себя единственному родному человеку, дочери. И никак не ожидала такой ответной реакции. Говорила мне, Таня, я тебя отправлю в психушку, закрою тебе один тярубаху, закрою тебе сквечей, и там ты умрешь, не знай, где ты пропала. Я ее боюсь. Я ее очень-очень боюсь. Она на это способна. Ненастная погода еще несколько лет назад царила и в семье Голощаповых. Тяжелая болезнь, приковавшая к постели, мучительное одиночество и полное отчаяние. Пока супруг Александр находился в командировках, обессиленная такой жизни Ольга просила только одного. Сегодня Ольга Голощапова, несмотря на то, что по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем, хочет жить. И с этим чувством она начинает каждый новый день. Судьба распорядилась так, что у супругов Александра и Ольги нет детей, но есть человек, который принес свет в их дом. Три года назад в дверь Голощапова постучалась Анна Пасечникова, социальный работник из городского центра соцобслуживания «Участие». Ой, да это Анна Григорьевна, я не знаю. Дай Бог ей здоровья и благополучия. Для меня, конечно, это свет в окне она. Дай Бог здоровья тому человеку, кто придумал это, кто выдумал это. Это вот это вот соцучастие. С первых секунд знакомства Анна Пасечникова стала не просто помощником для супругов. Она принимает в их жизни самое активное участие. Социальное, и что еще важнее, моральное. Приходит в этот дом минимум четыре раза в неделю и все чаще не по долгу службы, а по зову сердца. Им хочется общения, понимаете, общения. Когда люди не выходят из квартиры, только телевизор и все. И там что-то по телефону. Я прихожу, где-то что-то увидела, где-то что-то услышала, где-то в магазинах, что-то говорю, Ольга, Александр, там это продается, там по этой цене. И тем не менее, социальный работник приходит и уходит. А вот супруг Александр рядом с Ольгой 24 часа в сутки. Он вышел на пенсию и теперь постоянно рядом, пусть даже через стену на кухне. Одиночество – очень коварное явление. Оно проявляет себя по-разному. Это страшное состояние, однако избавиться от него никогда не поздно. Главное – не терять надежду. Он мне говорит, зачем ты красишься? Зачем тебе вот, откуда тебе ходить? Я говорю, Саша, я поднимаю тебе стимул. Я смотрю на тебя в зеркало. Мне жить хочется. Мне хочется жить. Огромную поддержку Центр Участи оказывает и Валерию Алексеевичу Евдокимову. Когда-то он был дамским мастером. Женщины приходили к нему, чтобы сделать прическу. Приходят представительницы прекрасной половины и сегодня. Вот только теперь, чтобы навести красоту в его доме. Полить цветы, вытереть пыль, подмести и помыть пол. Женский трудовой десант, акция социального центра «Домашний помощник». Валерий Алексеевич, вы все закончили? Вы довольны? Довольны. Все нормально. Такие гости и порядок поддерживают, и время помогают скоротать. Валерий Евдокимов – одинокий старик, но одиноким себя не чувствует. Решать бытовые вопросы помогают социальные работники, а соседи и родственники чувствуют себя нужным. Конечно, должны это, если бы дети, они и дети должны ходить, помогать родителям. А мы как же, в основном, это же родители. Ну вот. А у меня никого, только что, для меня не цена тоже придет, куда ее берет, тоже поможет. И так посидим, все вспоминаем. Карточки с моей, фотографии старинные, там дома. Сидим, смотрим. Не дают скучать людям, дожившим до серебряного возраста в доме-интернате для престарелых и инвалидов Сосновый Бор. Здесь постоянно проживают порядка ста человек, и чаще всего они переступают порог учреждения не по состоянию здоровья. Но о тяжелом прошлом здесь им помогают забыть. Первоочередная задача сотрудников соцучреждения – оградить каждого постояльца от всего, того, что может навредить. Ведь старики – это те же самые дети. Вот только в отличие от малышей они более ранимые, восприимчивые и уязвимые. У меня большая благодарность к тем, кто вытащил меня из этой кровати. Они приходили ко мне, они заставляли меня умыться, они переодевали, перестелали кровати. Они добры, трудолюбливы, всегда спокойны, терпеливы, имеют вовремя прибыть и есть плената рядом быть. Лидия Ивановна Кушнарева в Сосновый Бор попала полгода назад с переломом. Решение обратиться за помощью к специалистам приняли на семейном совете. Обеспечить необходимый уход в домашних условиях ее родные были просто не в состоянии. Так Лидия Ивановна сменила привычный уют на непривычную обстановку и казенные стены. Но взамен она обрела гораздо больше. Внимание и заботу от каждого сотрудника учреждения. И без того активная старушка буквально расцвела. Горящие глаза, приветливая улыбка и новые живые эмоции, которые чаще всего она оформляет стихотворение. Одно посвятили и нашей съемочной группе. Здесь не живут замкнутой жизнью. Люди относятся друг к другу хорошо. Александра Александровна Топеха тоже не жалуется на жизнь. Сильная и выдержанная женщина. Здесь неплохо. Ну что делать? Надо жить. А остальное все уже приживется. Старики как дети, только гораздо мужественнее. И немногословность этой старушки тому подтверждение. Александра Топеха приехала в Сосновый Бор семь месяцев назад из Калининграда. В Курске живет ее младший сын. Мало ли, что я не согласна, что я теперь сделаю. Это проблема, наверное, у всех. Поэтому говорить на эту тему даже щекотливо. Юра приходит ко мне. Сейчас приболел, наверное. Приходит, посещает. Вот так. Ну, конечно, разлука, она дает свою трещину. Баррикады в квартире уже знакомой вам Валентины Богдановой, как утверждает женщина, происки ее дочери. Дело в том, что недвижимость, где живет пенсионерка, принадлежит троим. Ей, Татьяне и внучке Жене. У каждой по 11 квадратных метров. Одну комнату наследницы закрыли на ключ. А в этой сантиметры своей жилплощади заставили мебелью. Ну, вот такая моя проблема с моей семьей. У меня одно желание. Сейчас, если вы мне поможете, вот, чтобы эту вещь она убрала туда. Ей есть куда перенести. У нее два гаража, трехкомнатная квартира. Пусть они меня оставят, чтобы я дожила спокойно. Чтобы меня хотя бы принести отсюда. Глоб вынесли из квартиры, как могли, по-человечески. В настоящий момент дайте я доживу. У Жени трехкомнатная квартира. У Тани эта комната. Я хочу жить. Сейчас живи и радуйся. Пенсии приносят. За квартиру плачу. Все хорошо. Ни войны нету. Мирно. Ну, почему мы так живем жестокие? Валентина Богданова готова идти на компромиссы. Она может закрыть глаза на все обиды. Ни на что и ни на кого не держит зла. Она просто молится о том, чтобы удалось достучаться до сердца родной дочери и чтобы хотя бы раз в жизни услышать ласковое. Все ли у тебя хорошо, мама? Она моя дочь. Ну, кто ей руку помощи протянет? Никто. Я ее люблю. Она моя дочь. Единственная. Моя опора, моя надежда. Мы не делаем выводов, кто прав, кто виноват. Закон здесь не нарушен. Но вот насколько соблюдены правила человеческих отношений. Остается надеяться, что дочь Валентины Богдановой рано или поздно проявит к матери милосердие и вспомнит, что эта женщина когда-то подарила жизнь. И она заслуживает обычное спасибо. Родители особая категория людей. Они стойкие, как оловянные солдатики. Кажется, нет ситуации, которую они могли бы не простить детям. И все же лучше, когда такой необходимости в жизни не случается. Отношения у меня прекрасные. Ко мне постоянно. Даже, как обычно говорят невестки, но у меня чудесная невестка. я считаю ее жена сына, я не говорю слово невестское. Вот еще до Нового года я еще добуду здесь. А потом я думаю, что мне нужно будет отсюда уйти. Я уже не могу, я устала. Понимаете? Это другая среда для меня. У меня я там встала, повертелась, там посмотрела, посмотрела на шкаф моя посуда. Понимаете? Родители, это самое дорогое, что есть у каждого человека. Конечно, с возрастом наши мамы и папы становятся капризными, требуют чрезмерного внимания, часто бывают чем-то недовольны. Но это не от эгоизма. Они просто боятся оказаться ненужными и стать одинокими порой даже в большой семье. В наших силах обеспечить родным людям беззаботную и спокойную старость, наполненную улыбками и только светлыми днями. В ноябре не стала моей бабушке. Она ушла внезапно, но до последней секунды была окружена вниманием, заботой и любовью. Пока она была с нами, мы старались сделать все, чтобы ей было хорошо. Следующий этап – пережить потерю родного человека и сохранить о нем только светлую память. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова